В России проходит международная акция «Сад памяти», в рамках которой в память о погибших во время Великой Отечественной войны воинах высаживается 27 миллионов деревьев. Эта акция уже стала традиционной. Идёт уже четвёртый сезон реализации замечательной акции. Жители объединяются и вместе вносят вклад в озеленение, чтят память о тех, кто погиб в Великой Отечественной. В акции на территории хутора Беликов приняли участие местные жители, представители администрации кировского поселения, общественности и казачества. Словом, все, кто неравнодушен к родному хутору и дорожит памятью о подвиге солдат Победы. Внуки и дети тех, кто воевал, вот они пришли сюда помочь, оказать помощь. И, конечно, это будет их память, они будут ухаживать за этими растениями. Это сад памяти в честь тех, кто оставил нашу родину в 41-45 годах. И, конечно, молодёжь, она должна это чтить, ухаживать, и чтобы это надолго осталось в их памяти. Исполняющий обязанности главы кировского сельского поселения Евгений Капуста сказал, что сад памяти – это дань уважения к тем, кому мы обязаны за мирное небо над головой. Это радостное и важное событие. Всего здесь высадились 60 лип. Акция «Сад памяти» нашла отклик в сердцах учащихся 38-39 школ. Сегодня у нас прекрасный день. Мы высаживаем аллею. Я хочу, чтобы мой хутор стал намного лучше и красивее. Надо было видеть, с какой радостью участники акции высаживали деревья и поливали их. Вскоре эти липы создадут уют и приятную тень. Конечно, люди не забывают и читать память тех людей, кто поедет здесь. Памятник у нас много там похоронено. И люди отдают свою дань тем, кто завоевал нам счастье. Самое главное, что многолетним символом нашей благодарности героям, павшим в боях за свободу русского народа, станут высаженные здесь деревья. Каждое дерево – это чья-то жизнь, чей-то подвиг. Так увековечивается память о подвигах солдат и офицеров. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».